Сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Результаты исследования в следующем сюжете. Анестетики или по-другому обезболивающие средства из этических соображений часто используются при экспериментах на животных в лабораториях для того, чтобы они не испытывали стресс или боль. Это может усложнить эксперимент. Однако анестетики могут повлиять и на его результат. В рамках исследования были изучены действия газообразного анестетика изофлурана и инъекционного уритана. Эти анестетики широко используются в лабораторных исследованиях, в частности нейробиологических. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещался грызун, и его подсвечивали тремя длинными волнами – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными. Важно, что благодаря разработанному учеными малоинвазивному, то есть малотравматичному подходу, активность в головном мозге грызуна удалось наблюдать без вскрытия черепа. Мы, в нашем случае, мы разработали мини-авазивный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. То есть нам не нужно вскрывать череп, нам не нужно делать какие-то отверстия, чтобы вставлять электроды, и нам не нужны электроды совсем. То есть мы, наблюдая на расстоянии 20 сантиметров над поверхностью головного мозга, мы можем сказать, какая активность там происходит и где она происходит. В результате исследования выяснилось, что два анестетика по-разному влияют на взрослых и детей. Также стало известно, что уритан, несмотря на его сложное использование, оказывает меньшее влияние на мозг, чем изофлоран. Отметим, что результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. А сама работа поддержана грантом Российского научного фонда. Диана Желенкова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс.